Всем привет! Сегодня я хотел рассказать о приобретении своего аппарата. Устройства, характеристики, плюсы и минусы, достоинства. Как я на него вышел? Все просто. Конец лета, холодно. Езда на работу на мопеде не очень привлекает. Это в летнее время, когда осень, весна, льет дождь. Посидел, подумал, залез в интернет и наткнулся. Набрал просто в лесковике. Рецикл там с каминой теплым. Показалась мне вот эта вот штука. Аппарат. Что я могу сказать? Позвонил я. Оказались хозяева доброжелательные, отзывчивые. Продавцы, имею ввиду, компания ООО Новое Решение. Я не буду рекламировать их. Рекламу навязчивую выдать. Позвонил, и тут все заигралось. Бам-бам, все. Раз. Еще как-то быстро так сложилось. Посмотрел видеоотчеты, видеоотзывы. Ну, мне понравилось. Я решил себе приобрести. Буквально неделя, вот меньше, составили договор быстро, все полосаво переслали в двустороннем порядке. Проплатил деньги. И через буквально полмесяца, наверное, привезли мне аппарат. Вот. Весь путь, вся траектория, вся транзакция, вся отслеживается. Спасибо с нашим партнерам, партнерам компании, которые отправлял. Отслеживается, где груз, в каком состоянии. Не буду я отдаваться в подробности. Дальше, что могу сказать? Да, в виду, конечно, вот такой майлик. И смайлик выглядит. Люди, все говорят, что это довольно маленький такой. Куча бы купил машину. За такие деньги. Но машина стоит намного больше. Новая. Это тоже новый аппарат. Еще черт. Я решил остаться на нем. Мне он нравится. Он маленький, компактный, маневренный, экономичный, практичный. Да, с видом маленький. Но внутри, смотрите внимательно, внутри, он как компактный мотоцикл. Мотомобиль. Все есть у него. Трехместный. Сидение пассажира. Два. Водителя. Три. Все есть. Никто не хватает. Приятно залез. Руль. Приятный такой. Мне нравится. Я с детства на мопедах езжу. С 11 лет. Мотоциклов. Поэтому мне не нравятся машины. Да и категории Б у меня нету. Да и зачем она уже. Как бы вот. Ни к чему я думаю. Может быть, в дальнейшем когда-нибудь приобрету, сдав на права на категорию Б, машину. Но, может быть. Теперь что могу рассказать. Качество положительнее. Как и в каждом аппарате, есть и отрицательные, и положительные стороны. Что в этой модели я себе доработал немножечко. Ну, освещение внутреннее. То есть, сам уже придумал. Кому-то вот оно не нужно, но мне вот надо. Вот понравилось. Я захотел поставить себе. Чтобы вот в темное время суток можно было себе и своим пассажирам посмотреть что-то там, прочитать там, увидеть сумку положить там куда-то. Дальше. Хорошее осекло, просторное, да. Солнце, блин. Пришлось наклеить вот сюда вот тонировочку небольшую. Ну, приятно. Машины, глаза не светят. Радио, да, еще вот замечу радио. Тоже поставил. Подключил. Что удивительно, все на болтах. Вот. Хорошие болты открутил. Ну, как хорошие. Нормальные, крепкие. Не китайские такое, как сказать, порошковые болты. Качественные, как бы, ну, с хорошей резьбой открутил. Провел любой провод. Его не видно, и все. Замечательно сел, блин. Незаметно, все хорошо. Дальше что. В летнем периоде я еще не ездил, только вот недавно, потому что приобрел полтора месяца назад. Присутствует, как сказать, люк. Если жарко будет, встанет, допустим, вот так вот, ты его приоткрыл, едешь, тебя обдувает. Но зачем, в принципе, как бы, есть кондиционер, печка горячая. Убавил горячий воздух, будут поступать холодные со всех четырех и пяти, пятая точка. Холодно. Отрегулировал рычажком, вот там внизу рычажок есть, вправо-лево, ну, типа не барашек, а крутящий момент туда-сюда. Включающий, идет горячий воздух. Вот. Дальше что у нас присутствует еще? Ну, панель. Больно такая, как сказать. Сенсорная. На ней все, что тебе нужно, есть. Показать пробег, уровень топлива в баке, температуру, когда заводится в салоне, и это вольтаж постоянного тока. Что еще у нас тут есть? Ну, в мото-мобиле все есть практически. Аварийка есть, стекло очищающее, как бы, жидкость заливается, ну, и прочее, прочее. Зеркала. Вот мне очень понравились. Зеркала. Здесь маленькая пространство где-то, вот ставишь на парковку, они могут, кто-то может повредить. Специально, если случайно. При этом слегка и красок, все, убрал. И обратно в исходное положение. Приятно. Да, что по поводу корпуса, пластика. Кабина, как бы, на железном каркасе. Отделана капсульная такая, как бы, ну, из пластика. Пластика, он в то же время, как бы, мягкий и в то же время жесткий. То есть, за счет ребер жесткости. Вот. Дальше что? Дно я вам показывать не буду, но дно, хорошее дно, из профиля 40-го, наверное, сварено, как решетка, клетка. То есть, оно в любом случае проварено, со всех сторон, и никуда его не поведет, ничего. Рама. А капсула, ну, вот, независимо от этой самой, от рамы. То есть, сидишь и мягко, когда едешь, при езде, два-три человека садится, вообще классно. Как в люльке, в детской коляске. Вся качается. Дальше что? Здесь камера заднего вида. Включил. Тебе не надо уже смотреть по зеркалам, там, еще куда-то. Ты видишь, уже на мониторе, у тебя усвечивается все. Траектория, путь. Как положено. Чтобы никуда не съехать, не удариться, не врезаться. Ну, и тому подобное. Людка. Это бензобак, заливается бензином. Ну, в описании там много, видео можете потом посмотреть. Дальше что? Кардан идет. Редуктор, редуктор, два колеса, ведущих они. Никакой цепи, ничего нет. Хотя стоит мото, мото этот самый, двигатель, не фан. Спасибо. Да! ... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока могу завести, продемонстрировать просто освещение Кстати, замолится быстро, легко, из кнопки Не надо ни подсоса, ничего Все продумано, у китайцев вообще молодцы, красавцы Опа, на кнопочку завел и поехал Вцепления нету, да оно и ни к чему Зафигом пятиступенчатая коробка, шестая назад То есть вообще классно Освещение просто огонь Включил Также спереди есть иные ходовые огни Посмотрите Ну и ходовые огни Тоже светодиодные Малоопотребляемая мощность Много не потребляет генератора Светят ярко достаточно, чтобы их увидеть При при движении Дальше, что могу сказать Колеса Литье Резина стоит с ними, шипами Кстати, тоже заказывал у них Животу Новые решения Чтобы, ну, ну Не скользить Ну, зима, все-таки, как-никак Три градуса минус Снег, видите, сами, да Я езжу нормально Вот мы троем приехали То есть без проблем Зимняя резина Хорошо держит И летняя есть С летней пришли, а я переобулся Диски Тормозать дисковые На всех трех колесах Так, и присутствует еще что? Присутствует ручник Все как в мотомобиле Встал, блин, ручник Взвел Оп Все Она уже тебе никуда не поедет Даже передний еще ручник есть Тоже фиксируется Рычажком Ну, я сейчас не буду пока Нажал и зафиксировал Все Так же отпустил Оп Сидение, кстати Раскладывается полностью Можно спать даже Значит, и не очень Большого роста Ну, я метр восемьдесят То есть вполне так было Так мне хорошо Вся спина Раскладывается Двигается вперед-назад Сидение Я с той стороны покажу Рычажки есть Все удобно Раз Отодвинул сюда Пассажиры зашли Сели Присели Чупом Я сел Отрегулировал Как себе надо И все Это тоже регулируется Ну Все как обычно Кстати, ремень безопасности Обязательно Пристегивать Ну, мало ли что В дороге, не дай бог Вот Так же он растягивается Ну Отличный ремень По крепкости вроде Нормальный Так же вот Спинки тоже Опа Разрекается Вот Пожалуйста Можно положить что-то Или в другую сторону Отодвинуть Большую коробку положить Свободно Раз Положил И поехал Так же отрегулировал Для себя И все Вот Так что вот так вот При покупке, конечно Привезли Скотч тут немножко был Везде приклеен Оттер Немножко тюнинга добавил Своего Ну Так сказать Китайского Тоже заказывал Поставил Для красоты Отверстия Есть Для чего-то Значит Можно что-то Поставить Это Флоты Тоже На флоте Большой Отверстия Есть Не было Круглых Поставил Такие Ну Нормально Мне нравится Для себя Делать И для кого-то Так что Вот так Что еще могу сказать Подзамерз Немного Надо Залезти И заходи Немножко Подзамерз Вот Сейчас печку Ключим И нагреется Кстати Хорошо Продумано Вентиляция Отсюда идет Прохладный воздух Тут горячий Сверху И снизу Чтобы Конденсата Не было На стекол Оно вентилирует Постоянно Это я уже сам Разобрал Посмотрел Там Вентилятор В распределительной Коробке Воздух Воздух Обборника Или как он Называется Правильно Не знаю Это сам Накрел Ну Для себя Вот так Вот Что могу сказать По продавцам Находятся они Далеко от нашей Глубинки В Аганинской области Вот Заказал И это Что-то Просовестно Как бы Без проблем Конечно Были у меня Сомнения Что Меня могут Кинуть Развести Туда-сюда Но Нет Все Просматривалось Отслеживалось По отцапу То есть Компания Это Новые решения Они Не прячутся Ничего Они Все открыто ИНН Все хорошее Без проблем Хотел бы Еще увидеть У себя Поселки Конкурентов Таких же Пока я Один В Аганинской области В дальнейшем Надеюсь Может быть Нас будет больше Да Кстати Еще запускать Что еще есть Аккумуляторная Версия Точная Такая Аккумуляторная Ну Это не Для Как сказать Крайнего Севера Аккумуляторная Версия Не знаю Я не доверяю Я сам Электромонтер Не знаю Мне кажется Аккумулятор Это конечно Хорошо Но Я все таки Остановился На бензиновой Версии Она намного Лучше Мне кажется Чисто мое Мнение Так что Вот так Ну ладно На этом все Будет что то новое Дополню Расскажу Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова